Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот так через компьютер занятия проходят и экзамены сдают. Причем прогулять тут лекцию невозможно, говорят в университете. Здесь мы видим список присутствующих на нашем вебинаре. К каждому из них выданы индивидуальные логин и пароли для подключения в эту систему. Здесь доска, на которую можно поместить какие-то материалы учебные, которые может поместить преподаватель. Либо здесь можно писать на доске формулы, какие-то знаки отмечать. И чуть ниже чат для общения. Очень удобно слушать лекцию и говорить с учителем дистанционно, когда у тебя на самом деле нет возможности каждый день бегать в институт, говорит выпускница Ирина. Ее семья открыла свое дело. Понадобились бухгалтерские знания. Ирина по первому высшему образованию филолог. Решила пройти переподготовку на экономиста. Много прелестей у этого образования, но несмотря на все это, это образование требовало большой силы воли. То есть довольно грамотно было построено расписание, а занятия начинались преимущество вечернее время. Нас было мало, группа из четырех человек, поэтому мы были все заметны, мы были все на виду. Конечно же, все учебники для дистанционного обучения сделаны в электронном виде. Когда слушатели к нам приезжают на один день для подачи документов, мы также обучаем их работе в программах во всех. Поясняем все моменты, помогаем установить программы на их рабочие компьютеры и полностью ведем сопровождение в дальнейшем при обучении. Два-три раза в неделю они занимаются и, естественно, есть и перерывы в обучении на два-три месяца. Общий период обучения составляет 18 месяцев. В университете ведется только по одной дисциплине – бухгалтерский учет и контроль промышленности. Причем принимают документы только у тех, кто уже имеет высшее образование. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат, учат. Вот только что остается в памяти большой вопрос. И я бы сказала контрольный вопрос. На этот раз Альматор задала случайным прохожим вопрос, ответ на который все узнали еще в девятом классе. Что из этого вышло, давайте посмотрим. Сегодня мы проверим студентов на внимательность и на знание русской литературы одновременно. Почему Достоевский сжег мертвые души Гоголя? Давайте разбираться. Скажите, а почему Достоевский сжег мертвые души? Потому что, наверное, ему так захотелось. А может быть, была какая-то причина резкая? Ему, наверное, не понравилось то, что он написал. Ну, не знаю, были у него, наверное, какие-то причины свои. С космоса. С космоса? Да. То есть Достоевский сидит и думает, дай-ка сожгу то, что... Да, да, то, что он написал. А почему Достоевский сжег мертвые души? Мертвые души написал Гоголь. Какая умница, молодец, хорошо? А не пятница по-русскому языку летят. Вот оно что, как классно, молодцы. Здравствуйте. Скажите, а почему Достоевский сжег мертвые души? Как-как? Достоевский сжег мертвые души. Ну, вот это же Достоевский. Он не был болен? Возможно. Я не помню. Ну, ему, чтобы жечь, нужно было их, наверное, написать сначала. Понятия не имеем, правда. Достоевский? Да. Ну, впервые слышу, что он написал мертвые души. А кто написал мертвые души? Ну, не память, не змея Николай Васильевич Гоголь. Правильно, правильно. А почему он сжег? Не знаете? Ну, он был весьма таким своеобразным человеком. Люди творческие, они склонны к таким порывам, наверное. Как всегда, вопросы ваши очень запутанные, каверзные такие. Да что вы? А у меня нет ответа, девушка, нет. Нет ответа? Нет. То есть вы считаете, что просто так? На самом деле я никогда не размышляю над этим вопросом, поэтому ответить вам ничего не могу. Ну, он немножко был не в себе. Странный был. Да. Понятно, спасибо. У, мертвые души Достоевского. А почему он их сжег? А никто не знает. Ведь мертвые души написал Гоголь. И об этом знает очень мало студентов. Что печально. А в следующий раз альбоматор подготовит для вас новый каверзный вопрос, так чтобы быть внимательны и сообразительны. Вот часто слышу от студентов «хочу стать бизнесменом». Одни идут по проверенному пути. Открывают свой магазинчик, что-то покупают и перепродают. Но тут и конкурентов больше. А есть ребята, которые хотят заработать на своих оригинальных бизнес-идеях. Таких, к сожалению, немного, да и тех ставит тупик вопрос. Где взять средства, стартовый капитал на воплощение своих задумок? Герой следующего сюжета Максим Дежурин тоже студент. У него есть свои креативные идеи для бизнеса. Как заинтересовать инвестора, альбоматор узнала. Говорят, успех и богатство приходят с возрастом. И вместе с тем, все больше молодых людей хотят стать предпринимателями. Но практика показывает, 95% студенческих бизнес-идей оказываются провальными. Реально ли стать успешным молодым бизнесменом? Альбоматор попыталась узнать. Максиму Дежурину 24. Он студент Белорусско-Российского университета. Учится заочно на экономиста-маркетолога. И уже три года работает в Могилевском центре развития малого предпринимательства. Каждый день Максим встречается с молодыми ребятами, которые хотят открыть свое дело. Консультирует их и помогает определиться с видом бизнеса. Среди начинающих предпринимателей 22-летний Александр Искричева. Выпускник вуза с экономическим образованием. У нас в Кричеве очень высокий уровень безработицы. Со своим образованием очень сложно найти в городе работу. Поэтому я пришел сюда, чтобы пройти курсы основ предпринимательской деятельности, чтобы мне помогли написать бизнес-план. У меня идея организовать розничную торговлю сельхозпродукцией. Большинство ребят очень хотят открыть свое дело. Но им не хватает знаний в области экономики, юриспруденции, налогообложения. Для таких энтузиастов специалисты центра проводят инвест-уикенды и стартап-школы. Ребята, которые выступают со своими бизнес-идеями, вначале это очень сыро. Бизнес-идеи не жизнеспособные. И по сути, суть наших этих мероприятий даже не в том, чтобы найти инвестора. Хотя это да, это очень хорошо, это прекрасно. Но ребята получают знания, они получают обратную связь от профессиональных экспертов, людей, которые достаточно успешны в бизнесе в том числе, и которые работают на территории нашей Могилевской области. Мероприятие проходит в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. И, кстати, проводится бесплатно. Многие их участники уже на последних курсах обучения в ВУЗе открывают свой бизнес. Кстати, Горевская академия, когда девочки создали прекрасную компанию, но они сейчас уже выпустились. И услуги оказывали, услуги няни. Там большой очень студенческий городок, в том числе преподавательские. Преподаватели молодые живут. И вот они открыли эту фирму и оказывали услуги няни. К слову, реализовать удается только 5% проектов, представленных на инвест-уикендах. Среди них идея студентки создать музей шоколада, на которую инвесторы выделили 6 тысяч долларов. Еще пример. Молодые программисты решили создать виртуальную торговую площадку. Получили 60 тысяч долларов инвестиций. И сейчас успешно работают в компании Google. Сеть хостелов в Минске, учитывая то, что они организовались к чемпионату мира по хоккею, на сегодняшний день они очень успешно работают в Минске. И, допустим, в Могилеве ниши это не занято. Но даже заручившись поддержкой инвестора, студенты не всегда оказываются готовы открыть свое дело. Девчонки представили идею создать летний лагерь для детей с уклоном английского языка. Нашелся инвестор, который готов был вложить в них деньги, но на картинках это все было очень красиво. А когда им предложили деньги, они побоялись его взять. Сам Максим тоже разрабатывает бизнес-проекты. Один из них – «Чистый студент». Это установка в студенческих общежитиях стиральных машин с купюроприемниками. Реализовать идею парню так и не удалось. И, как показало время, не зря. Один из бизнесменов установил такие машины в общежитиях Белорусско-Российского университета. Но спрос на них оказался невысок. Ну, вообще-то машина – это вещь удобная. Но, правда, стоит она 20 тысяч. Для студента это немножко дороговато. Домой мы ездим часто. Новая задумка Максима – организовать производство декоративного щебня. В Могилеве эта ниша не занята. В Беларуси есть только в Витебске и в Минске. А все остальное привозится к нам с Российской Федерации. Килограмм такого щебня стоит 150 тысяч рублей. Максим уверяет, его можно реализовывать по цене вдвое меньшей. Цветной щебень во многих странах широко используют для декора городских клумб, мест захоронений и на приусадебных участках. Я предоставил полностью инвестору бизнес-план со всеми финансовыми расчетами и показателями. И инвестор готов вложить в меня деньги. Как видите, просто придумать бизнес-идею мало. Важно, чтобы она была реальной и не жалеть сил на ее воплощение. А в ближайших выпусках мы познакомим вас с другими студентами и их бизнес-идеями. Надежда Мешкевич специально для «Альма-Матер». Тем временем «Альма-Матер» провела новый эксперимент. Вы когда-нибудь видели снег в июле? Что? Снег в июле? На этот раз мы сотворили настоящее чудо. Готовьтесь удивиться. Охлаждающий, освежающий и бодрящий сюжет уже в эфире. Где моя шуба? В жару так хочется чего-то освежающего и прохладного. В такие моменты даже о снеге вспоминаешь с ностальгией. Именно сегодня мы и постараемся сделать самый настоящий снег. Для этого нам понадобится обыкновенное мыло и сода. В принципе, соду можно заменить крахмалом или тальком. Такая вот штука получается. Добавляем сюда соду и получается похож, как настоящий. А, и так не считается. Вот если бы снег был холодный, а так обман, сплошной обман. Да ладно тебе, белый хрустит. Уже прикольно. Хотите холодный снег? Будет вам и холодный. Есть второй рецепт. Для этого нам понадобится пена для бритья. Сила, энергия, свежесть нам подходит. И сода. Слушай, он просто так лепится странно. А вот вам снег практически настоящий. Он не только прохладный, но из него можно даже делать снежки, в которые можно играть летом. Вот так при помощи самых простых ингредиентов летом в жару можно создать зимнее настроение. Ваш экспериментатор Веста Смирнова специально для Альма-Матер. Да, студенческая смекалка на что только не способна. Не способна? Не способна только кошелек сделать толще, если ты намелей. А вот и неправда. Нет денег. Сделать нужную вещь можно и из подручных средств. Ну, понятное дело, не все. Мы же не волшебники. Наш корреспондент Катя Балакова уже готова поделиться новой идеей студенческого лайфхака. У нас, как говорится, кто опоздал, тому вешалки не хватило. Может, здесь что-то найду. А давай мы пробуем сделать сами из этого. Для вешалки собственного производства мы возьмем кусок проволоки, который мы нашли в шкафу, и привычную вешалку, которая послужит нам примером. Итак, начинаем сушка будущей вешалки. Фабричную в этом случае можем использовать в качестве каркаса. Вокруг нее огибаем проволоку, придавая форму будущему изделию. Дойдя до ушка, закрепляем остаток проволоки в виде пружинки. Осталось только выровнять нашу вешалку. Кстати, идеально это сделать не получится, но даже не имея совершенной формы, своей функциональности она не потеряет. Мне кажется, наша вешалка удалась. Только вот следующий лайфхак нам придется делать по уборке шкафа. Кстати, на эту тему я жду ваших идей. Присылайте их в нашу группу ВКонтакте. Удачного дня! На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Встретимся ровно через две недели на «Беларусь-2». Пока! Чао! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!